В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном проверили готовность муниципальных служб и управляющих компаний к зимнему сезону. В целом Ленинский достаточно неплохо справляется с задачей содержания и подготовки к зиме. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов в ходе рабочего визита оценил качество ремонта дворовой территории у дома номер один по Жуковскому проезду. Когда начинаешь разговаривать с людьми, где уже эти работы проделаны, то люди говорят, безусловно, совсем другая картина зимой. В музее кабинеты квартиры Ленина в Кремле, музее заповедника Горки и Ленинске, открылась еще одна экспозиция. Ряд книг, представленных на этой выставке, они абсолютно уникальны. В Видном проверили готовность муниципальных служб и управляющих компаний к зимнему сезону. Свообразный техосмотр прошли более 90 единиц техники, тракторы, самосвалы, автогрейдеры и разнообразные погрузчики, а также малая механизация. Готовы ли коммунальные службы к зиме и форс-мажорам узнала наша съемочная группа. 97 единиц техники для содержания автомобильных дорог и объектов благоустройства, тротуаров, внутриквартальных проездов, детских и спортивных площадок было представлено на ежегодном смотре оснащения коммунальных служб и управляющих компаний. Готовность к зиме проверили заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова и глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Организация готова. Закуплена песко-соляная смесь. В наличии с прошлого года остатки 4,5 тысячи тонн песко-соляной смеси. Техника готова на 99%. То есть у нас еще есть единицы, которые не перебородованы под зимное содержание, так как еще на улице тепло. 9 единиц покрузочной техники, 10 дорожных машин для очистки и обработки асфальта противогололедными смесями. 19 тракторов для уборки снега справятся даже с сильными снегопадами, заверили коммунальщики. В таких случаях только с дорог в сутки вывозят более тысячи кубов снега. Снегоротер на базе МТЗ-82 для уборки снега на дорогах, где можно скидывать снег на обочину. Если вот сильный снегопад, где-то что-то надо расчистить, это очень эффективная техника. У нас таких две единицы. А там, где большой техники убраться не под силу, но ведет порядок, малая механизация и новенькие манипуляторы. Техника хорошая наша, маленькая. Сейчас побольше такой техники, чтобы по маленьким улицам проехать. Летом поливает, везде проехать можно. Зимой и посыпать можно и отгрести от машин. Так что машина хорошая, рациональная. Кстати, в следующем году Дорсервис планирует самостоятельно проводить ямочный ремонт, не прибегая к услугам подрядных организаций. Для этого была закуплена малая механизация, виброплиты, швонарезчики и другая техника. Светлана Аипова и Алексей Спаский поговорили также с представителями управляющих компаний, а затем выборочно проверили качество содержания дворовых территорий и детских площадок, а также посетили зону отдыха вокруг кинотеатра «Искра». В целом Ленинский достаточно неплохо справляется с задачей содержания и подготовки к зиме. Управляющие компании готовы, МБУ Дорсервис готова. В части замечаний по дворам они есть, но они небольшие. Коллеги в ближайшее время все устранят. Для нас важный приоритет, чтобы дворы были чистыми, а детские площадки безопасными. Та инспекция, которую сегодня замминистра у нас осуществляет на территории, она позволяет высказать, может быть, знаете как, какие-то определенные замечания и сравнить с тем положительным опытом, который она видит у коллег, у своих. Все эти замечания мы в обязательном порядке берем в работу. То, что мы увидели, ну, я бы оценил это на четыре, да, по пятибалльной системе. Это значит, что нам есть над чем работать. Также Светлана Аипова дала поручение в ближайшее время приступить к санитарной обрезке деревьев и формовке кустов, чтобы следующим летом было меньше жалоб жителей на аварийные растения. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов посетил город Видное. В ходе рабочего визита он оценил качество ремонта дворовой территории у дома номер один по Жуковскому проезду и пообщался с местными жителями. Работы по благоустройству дворовой территории у дома номер один по Жуковскому проезду начались в июле и завершили в сентябре. За это время были установлены новые бордюры, нанесена разметка за асфальтированной дорогой и тротуар вдоль дома. Сейчас рабочие приступили к ремонту крыши. Действительно было очень много вопросов у жителей. Действительно крыша тепла. Какими-то латками ее временными заделывали. Сейчас совет депутата выделил деньги из муниципального бюджета. И с прошлой недели уже строительная бригада зашла на крышу. Полностью весь капитальный ремонт крыши сделают. И плюс утепление перцевых сторон дома. Как рассказала жительница дома номер один Ольга Сорокина, окна в подъездах не менялись никогда. И только после обращения на добродел их наконец-то хотя бы помыли. Окна, к сожалению, сейчас уже нельзя открывать. Потому что деревянные окна, которым 40 лет, они просто рассыпаются. Поэтому там, где они открыты, их нельзя закрыть. А там, где они закрыты, их нельзя уже открыть. Но помыли справедливости ради неплохо. Нормально, чисто, очень аккуратно. Ну, а, собственно, чего? Ну, они требуют замены. Необходимо заменить их. На встрече с депутатом Московской областной думы Юрием Липатовым жители поделились, что все проблемные вопросы они решают только с помощью заявок на портале Добродел и своего депутата Олега Федорова. Во всех городах Московской области сейчас вот по системе жилищно-коммунального хозяйства через управляющие компании все-таки много домов привели в хорошее состояние. Когда начинаешь разговаривать с людьми, где уже эти работы проделаны, то люди говорят, безусловно, совсем другая картина зимой. Еще одна проблема – отсутствие холодной воды ночью и ранним утром. Я звоню в водоканал, прошу, чтобы нам включили воду, потому что они забыли и так далее. Каждую ночь здесь из-за того, что город растет очень быстро, ну, близко к Москве, очень довольно-таки удобно. Водоснабжающая сеть, да, она не успевает. И наш дом, везде уже поставили насосы повысительного давления, но наш дом не поставлен. Из-за этого, когда они набирают в резервуар воду… То есть мы на графике? То есть ваш дом обеспечивается водой по графику? Ну, не по графику, просто с часу ночи до пяти утра падает давление, и у нас уже на уровне второго этажа нет воды в квартирах. Буквально в понедельник была встреча с главой городского округа, и он дал поручение руководителю управляющей компании, в течение недели данный насос будет на этом доме стоять. Ремонт кровли планируют закончить на следующей неделе. Как только заканчивается крыша, сразу переходит бригада, переходит на ремонт подъездов. Будут, насколько я понимаю, заменены все окна подъездные, соответственно, двери, произведен ремонт в подъездах. Дому около 40 лет, и капитальный ремонт здесь никогда не проводился. По графику он стоит аж в 2033 году. Но, как заверил депутат Совета депутатов Олег Федоров, сейчас ведутся переговоры, чтобы дату капремонта приблизить и перенести на 2023 год. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Писать стихи и передавать свой опыт молодежи – цель всей жизни для поэтессы Галины Логиновой. Долгие годы она руководила детской литературной мастерской «Слово», на базе которой позднее создала студию «Акцент». Сегодня из-за болезни Галина Трофимовна все больше времени проводит дома, где ее навестила наша съемочная группа. О творческом пути «Видновчанки» расскажет Юлия Погасьян. Мне повезло родиться в мае, когда ликует все вокруг, и все живое расцветает, и начинает жизнь и круг. Ах, как прекрасен майский день! Майская роза – именно так можно охарактеризовать писательницу Галину Логинову. Родилась она в последний весенний месяц. На эту тему даже написала несколько стихотворений. Несмотря на возраст, а Галине Трофимовне в этом году исполнилось 70 лет, природа балует ее женской красотой. Наша героиня родом из Риги. Пейзажи Латвии наложили отпечаток на творчество поэтессы. По той Риге и по той Латвии, конечно, есть тоска. Но это, понимаете, тоска и по юности. Это же не только по городу. Это по той части, лучшей части, когда ты был молод, полон сил. Сегодня родным для себя местом она считает Подмосковье. Переехав в 2000 году в город Видное, она почти сразу нашла здесь творческих единомышленников. По специальности Галина Логинова педагог. Работала в гимназии. Здесь ей предложили возглавить детскую литературную мастерскую слова. Мне, как человеку творческому, очень вообще дорого, что здесь очень много творческих людей. Я уже не говорю о литераторах, потому что наше литературное объединение имени Шкулева имеет такую славную и долгую историю. И, конечно, не могла не возникнуть мысль тоже каким-то образом внести свою маленькую лепту. Ей всегда нравилось работать с молодежью. В ней Галина Трофимовна видит большой потенциал, а для себя из общения с мальчишками и девчонками черпает позитив и вкус к жизни. Позднее, в 2009 году вместе с краеведом Алексеем Зименковым на базе Центральной библиотеки она создала студию для молодых писателей «Акцент». Мне повезло в том, что я работала с такой молодежью, от которой только я получала очень большую отдачу. Конечно, я им давала много, но и отдача была велика, потому что такая радость совместного творчества, понимаете, она просто, ее ни за что не купишь. Из-за проблем со здоровьем в полную силу заниматься студией Галина Логинова уже не может. Ей очень хочется найти помощников, которые сумели бы возродить прежний акцент. «Хотелось бы, чтобы вот такие ребята, девчата, а они ведь есть в каждой школе, наверное, потихоньку пишут себе в стол, вот, но каким образом их туда, я, к сожалению, сейчас не могу их так привлечь. Я могу только дать координаты своей почты, если вдруг они заинтересуются, пусть присылают мне свои произведения, я могу дать какой-то совет». Галина Логинова готова быть для молодых, инициативных творческих людей наставником в продолжении дела всей жизни. Написав тысячи стихотворений, издав несколько собственных сборников, она полна духовных сил передать свой опыт другим. Тем более современные средства коммуникации это позволяют. «Чем старше становишься, тем ценишь каждые минуты, каждое мгновение. Вот тоже хочу своим стихотворением, поэты прежде всего говорят своими стихами, да, мгновение ловлю, оно прекрасно, так тихо на душе, и в небе ясно остановился бег во времени. Я замираю, я ловлю мгновение». Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого. В музее кабинета «Квартира Ленина» в Кремле, музее заповедника Горки и Ленинске, открылась еще одна экспозиция. Она рассказывает о некоторых книгах из библиотеки основателя советского государства, которая насчитывает почти 11 тысяч книг и журналов. Одной из первых на выставке побывала наша съемочная группа. Листал страницы истории Максим Козлов. «Читаем с Лениным». Такое название получила новая экспозиция. Известно, что библиотека вождя мирового пролетариата составляла порядка 10700 книг. На экспозиции представлены 192 из них. Создавая выставку, авторы отбирали экземпляры, которые до этого не видела широкая публика. «Ряд книг, представленных на этой выставке, они абсолютно уникальны. На них находятся уникальные автографы, или как иногда называют инскрипты. Да и сами книги, даже вне контекста Ленина, представляют огромный исторический культурный интерес». Наверняка заинтересует посетителей ряд книг, условно названных белогвардейской литературой. Они написаны различными историческими персонажами, оппонентами Владимира Ильича уже после революции в эмиграции. «Здесь есть несколько очень интересных томов, в том числе и с автографами. Прямо перед нами находятся знаменитые очерки русской смуты Антона Деникина, руководителя белого движения, с записями, которые Вадим Ильич делал на этом томе. Это говорит о том, что книги своих противников, своих врагов он изучал очень внимательно». Не менее внимательно Ильич изучал и книги, критикующие революционное движение и «Молодое социалистическое государство». «Также я бы обратил внимание на свой набор достаточно интересных и противоречивых книг. Даже само название говорит «Кто и что победит большевиков?», «Как большевики захватили власть на Руси?». Отдельно книга Аверченко, знаменитая «Дюжина ножей в спину революции». Отдельная часть экспозиции посвящена художественной литературе. Здесь и книги любимого писателя Ленина Антона Павловича Чехова, и «Детские сказки», и «Томик Гоголя» с довольно необычной историей. «Интересна сама судьба этой книги. Дело в том, что ее обнаружили в 60-х годах в Ульяновской области в андикварном магазине. И были страшно удивлены, что там присутствует, находится штамп библиотеки и вот соответствующая запись». Большую часть библиотеки Владимир Ильич собирал после революции, с 1918 по 1923 годы. Книгами могли пользоваться все сотрудники Совета народных комиссаров, но иногда они забывали их вернуть. Тогда Ильич стал ставить на книги штамп библиотека Ленина. «Чаще всего формирование шоу утилитарно. Какой вопрос в данный момент интересовал Ленина, которым он занимался, тогда бы под это какое-то количество книг и литературы подбиралось». «Для изучения вопроса?» «Да, совершенно верно. Здесь много книг и на иностранных языках, и книг, посвященных каким-то отдельным направлениям, экономике, социальным наукам, революционному движению, статистике по каким-то различным странам». Разделы библиотеки возникали по мере того, как Ленин начинал изучать тот или иной вопрос. Транспорт, поставки, продовольствие, электрификация – все это страницы биографии страны. Есть здесь и экземпляры, которые позволяют по-новому взглянуть на историю. «Известно, что Ленин очень негативно относился и не любил Григория Гапона, папа Гапона, который повел рабочих на известную демонстрацию к Зимнему дворцу, которая кончилась кровавым воскресеньем. А вот другой немножко документ – это книга самого Григория Гапона, которую он подарил Ленину. И здесь достаточно уважительная, даже, скажем, в каком-то смысле товарищеская надпись, глубокожаемому товарищу Ленину на добрую память от автора Григория Гапона. Вот, пожалуйста, 905-й будет. Ленин знал 9 языков, а средняя норма чтения для него была 500-600 страниц в день, не считая газет на иностранных языках. Так что не стоит сомневаться, что страниц каждой из представленных книг касалась рука Ильича. Главная идея этой выставки – это показать нашим посетителям, показать вашим зрителям Ленинскую библиотеку, как особый объект культуры, как особый объект, ну, интереснейший объект для изучения, ну и для просмотра. Выставка доступна для всех посетителей музея «Кабинет и квартира Ленина в Кремле», музея-заповедника «Горки Ленинские». Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В «Видном» завершился третий тур первенства по футболу Ленинского городского округа среди детей. В соревнованиях приняли участие не только юные спортсмены из нашего муниципалитета, но и футболисты из Москвы и Домодедова. Несмотря на то, что на поле играли ребята с 7-8 лет, борьба за первое место развернулась нешуточная. В третьем туре первенства Ленинского городского округа по футболу приняли участие семь команд. Спортсмены 2012 и 2013 годов рождения встретились на поле у Видновского художественно-технического лицея. Всего в рамках первенства пройдет шесть туров, по итогам которых и будет выявлен победитель. «Пока у нас есть такой фаворит – команда «Квазар» с города Видное. Есть возможность их опередить. Игры показывают о том, что нелегко будет «Квазару» сохранить свое лидирующее место». Однако на этих соревнованиях «Квазар» не оставил лидирующих позиций. В полуфинале по итогу серии пенальти футболисты обыграли команду «Пираньи» из совхоза имени Ленина. «Ощущения хорошие, конечно. Радость большая. Вот у меня друг Леха, он отбил. Прям пошли на него все толпой, обнимали его. Против «Пираньи» играли и выиграли. В серии пенальти. Мне понравилось, как забил Диня. Но он решающий забил, потом Леха отбил. Финал турнира был напряженным. В середине игры «Квазар» успешно атаковал ворота соперника. Но под занавес матча футболисты Братеева сравняли счет. Серия пенальти стала самой долгой за время турнира. В радаре команд показали все, на что способны. Нужно, прежде всего, очень сильно тренироваться, чтобы не стоять вот так вот и не понимать, что делать. Я слежу за мячом. Не следишь за мячом, не добьешь ни одного мяча. Серия пенальти была у нас, на самом деле, первый раз в жизни, на всех турнирах, в которых участвовали. И сын молодец, отбил два. Это радует, значит, на правильном пути, значит, правильно, что посещаем спортивную школу, ездим на соревнования подобные. Ну и в целом, конечно же, довольны. По итогам трех туров первенства Ленинского городского округа команда «Квазар» остается главным претендентом на первое место. Финал соревнований и большое награждение победителей состоится в ноябре. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно ЭТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok